Классические Е2 и Е4 для любителей. Участники, которые играют сегодня, планируют стать гроссмейстерами. Турнир считается детским, однако сложные комбинации, которые порой проводят участники, еще полвека назад могли поставить в тупик профессионалов. В свои 12 Жанбата уже чемпионка Сибири. В этом турнире она явный фаворит. Но даже в паузах шахматистка разбирает прошедшую партию, чтобы не расслабляться. Жанбата знает, чем раньше поставишь себя в условия реальных турниров, тем проще будет потом. Там время много дается. Надо думать, очень много просчитывать варианты. И если тронулся уже поздно, нельзя другой походить фигурой. Там все строго. И выходить тоже нельзя из здания. И никто не должен подсказывать. Самая старая на планете игра полторы тысячи лет становится все моложе. Международный мастер шахмат Иван Смыковский рассказывает, оптимальный возраст, чтобы стартовать в шахматах 5-6 лет. Но и эта возрастная планка может стать ниже. Гроссмейстеры поколения смартфонов мыслят все хитрее и все быстрее. Технологии новые, конечно, сейчас позволяют уже в раннем возрасте все это осваивать. И дети сейчас современные, как бы все это могут, и склонности у них есть. И шахматы сами по себе изменились. Очень много нужно сейчас помнить. То есть на память очень большая нагрузка. Чем более раннем возрасте ребенок начинает заниматься, осваивать, ну, при соответствующем желании и настойчивости, вот тем больше шансов у него в будущем. Пока самый известный ученик Ивана Смыковского Влад Артемьев. Сейчас он находится на 54-м месте мирового рейтинга. И ему, впрочем, вполне может помешать 7-летний Семен Иванович. Уже в два года сын омского тренера впервые прикоснулся к фигурам, а в 6 лет стал чемпионом Омской области. Его конь почти не валяется на доске, а цели уже известны. Как ты думаешь, сколько лет тебе будет, когда ты станешь чемпионом мира по шахматам? Достаточно в 15. В 15 лет ты уже чемпион мира по шахматам, и мы тебе снимаем в 15 лет. Ну, я иду. С Семеном вы уже знакомы. Ему 7, мне 22. Сейчас мы проверим, кто кого обыграет на этом шахматном столе. Мат, любителя бьют. Организаторы говорят, турнир становится интереснее, когда темные лошадки есть не только на доске. Узнать, оправдают ли фавориты свой статус, станет возможно через неделю. Николай Евенко, Андрей Кузьмин, Антенна 7.